Всех приветствую, с вами снова Дэнч и Крипи. Сегодня я хотел вам рассказать историю о таком смертельном файле, как Грэлэрис Рум. Моя жизнь всегда была довольно веселой, друзья, семья, светлое будущее в университете. И ничего особо плохого не происходило. Все, кого я знаю, хорошо ко мне относятся. И я к ним. С учителями проблем не испытываю. И хотя, кроме родителей у меня больше никого нет из родственников, мне как-то все ровно. Я всегда думал о своих друзьях, как о братьях. Но есть кое-что, что я скрываю на протяжении многих лет, как многие люди. Я являюсь ребенком из девяностых. И уверен, что даже взрослым, наверное, нравилось это время. Игры и хорошие мультфильмы. Ага, хорошие мультфильмы. Однажды моя мечта стать стажером на мультстудии сбылась. Когда мне было шесть, мои родители с восприняли новостью восприняли новость. Когда я рассказал им, что хочу стать им. Это ведь отличная работа для моего возраста. На следующее утро меня пригласили на студию Nickelodeon. Я не мог дождаться. Ведь столько нового, прежде чем это увидеть кто-то другой. Мои друзья, наверное, локти себе изгрызли от зависти. Я стоял в комнате с большим ящиком DVD-проигрыватель. И еще пять детей моего возраста находились рядом со мной, готовые смотреть мультики весь день. Комната была похожа на гостиную. Наверное, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. В ней был ковер, стулья, стол, растения и стены выкрашены в милый красный цвет. Вдруг внезапно появляется один из сотрудников и сказал нам с улыбкой, мы создаем новое шоу на Ник Джуниор. Если вам понравится, мы сразу отушлем вашим родителям весь первый сезон. Все дети начали скакать от радости. И сотрудник вставил диск и сказал, что я вернусь. И покинул комнату. Телевизор ненадолго перешел на эстетичный экран, так как он был новым и еще не опробованным. После того, как помехи прекратились, камера начала показывать комнату с горящим камином. Никаких звуков не было. Камера перемещала на стул, который стоял возле окна с видом на ночное небо. Из-за стула торчала лысая голова. Она медленно повернулась к нам. Показывая свои глазницы и реалистичную пасть. Я и другие дети начали переглядываться. Такой хрени мы не ожидали, но продолжили смотреть, чтобы узнать, что произойдет дальше. Холодным роботизированным голосом он прервал тишину. Ой, я не заметил вас сразу. Здравствуйте, я Григорий, и это моя комната. Мы очень хорошо проведем время вместе, только мы оба. Мы можем смотреть на звезды вместе. Мы можем прочитать эту книгу вместе. Мы можем смотреть на это прекрасное пламя вместе. Наступила тишина. Все дети были озадачены происходящим. После небольшого ожидания лицо Григория перевело взгляд с кресла на огонь. Вдруг камера приблизилась к его роже. Ну что бы мы ни делали, здесь будем только мы оба и больше никого. Только ты и я. Ни родителей, ни полиции, никто не услышит тебя. И начала играть искаженная музыка. Пока лицо Григория приближалось все ближе и ближе к нам, его голос становился все более странным и невероятным. А по бокам экрана начали полыхать языки пламени. Обними меня. Мне нужна любовь. Григорию нужна любовь. Фильм закончился с парализованной рожей Григория, растянувшейся на весь экран. Все дети начали реветь. И в комнату зашел тот человек, который поставил этот фильм нам. У него было злобное выражение лица. И его слова надолго врезались в нее в память. Ты! Я думал, этот парень уже усвоил урок, но... Он злостно кричал. Пока я выводил детей из комнаты, экран потемнел. Мне удалось незаметно стоять диск. На нем ничего не было, кроме надписи Григория Рум. Через несколько дней наши родители подали жалобу в Николодиан за несоответствующий контент, который нам показали. С тех пор я храню этот диск у себя и надеюсь понять смысл этого странного и ужасного творения.